Сегодня в России начинается астрономическая осень. Вспомним уходящее жаркое лето. Для некоторых она выдалась очень урожайным. Удалось собрать даже экзотические для наших широт фрукты. Сладкий виноград, ароматные груши, спелые орехи. В чем секрет богатого южного урожая, выясняла Ольга Мартынова. Ходишь, берешь яблоко, рвешь его и один запах тебя просто делает счастливым. Азиз Агаев с трепетом рассказывает про любимый сад. По его словам, дерево, как человек, имеет сердце и душу. Садовод уже 12 лет наблюдает, как веточка набирает силу и становится деревом. Помимо яблонь, груш, слив, в саду растет и виноград. Вот они плоды. Смотрите, смотрите. Сюда смотрите, а сюда посмотрите. Секрет виноградного урожая, по мнению Азиза, это правильное место посадки, закрытое от холодного ветра и плодородная почва. Но главное – это любовь к растениям и восхищенный интерес. Страна красных помидоров, страна великолепного винограда. Просто надо любить, любить область, любить эту землю, на которой ты живешь. И верить в то, что ты своими руками и желанием можешь сделать все. Жаркое лето подарило богатый урожай. Несколько ведер – яблок, груш, слив, вишни, лещины. Азиз с нетерпением ждет начала и нового сезона, ведь в планах посадить абрикосовые деревья. Яблоки видите? Весь год яблоки на столе. А вот Алексей Чекилев, агроном с большим стажем, мечтает увеличить количество растений имбиря. С одного до нескольких десятков. Ведь имбирь – это кладезь витаминов, сил и энергии. Находится полезное растение в специально оборудованной теплице. Энергия от солнечной батареи, от ветрогенератора, вот две лампы, фитопрожектор. Это источник тепла, значит, пиролизная печь, которая КПД 70%. Свет, тепло, влага. Земля – труд, капитал, экономика знаний. Я все условия выполнил. Сад Алексей напоминает исследовательский центр под открытым небом. Эксперименты с растениями вятский агроном ставит уже более 60 лет. Школьникам он скрещивал елку сосной. А сейчас у заслуженного агронома в саду лещина, клубника, морали корень, груши, лимоник, стевия. Более 85 культур. Аптекарский огород – так называют этот сад. Кто хочет жить один год – съед хлеб. Кто хочет жить долго – садит сад. Земля – не скатерь, самобранка и не расхожая служанка. Лишь тот ее любви достоин для нее – отец и сын и воин. Трудолюбивый, любознательный и упертый Алексей более 30 лет на 12 сотках с удовольствием выращивает растения. И земля отвечает ему взаимностью. Например, картофель дает второй урожай. По мнению агронома, молодой корнеплод, как фрукт, полезен и никак не навредит фигуре. С технологиями выращивания, огородными секретами Алексей поделился с читателями на страницах своей книги. Сейчас на очереди интернет-пространство. Ольга Мартынова, Александр Брызгалов, Бюро новостей, Тавича.